Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 1 апреля, у нас прекрасная погода, плюс 10 градусов будет. Сразу извиняюсь, что иногда буду закрывать глаза, потому что солнце слепит невозможно. Птички поют, солнце светит, все прекрасно. Сейчас я пришла, открыла свои томаты и специально села, чтобы подробно, вот с мельчайшими такими раскладками поговорить на тему о золотых томатах. Что это за томаты золотые, я вам сейчас объясню. Последнее время, когда я начала выкладывать видео про то, что я вот так рано высадила томаты, что у меня подогрев грунта, что когда надо я включаю вот инфракрасные обогреватели, очень много комментариев приходит о том, что с таким способом выращивания будут золотые томаты. Вот недалее, как вчера или позавчера пришел комментарий, я даже выписала специально. Написано так, что с обогревом теплицы томаты будут золотыми, и греть теплицу могут только те, у кого электроэнергия идет не через счетчик, или у кого деньги даровые. Ну что такое даровые деньги, я не поняла. Это как пойти ограбить банк даровые или получить наследство от американского дядюшки. Наверное, тогда только они даровые. Все остальные, мне кажется, заработанные. И про электроэнергию через счетчик, ну, вероятно, комментатор судит по себе. Вот женщина написала, она, наверное, подворовывает электроэнергию. У нас это сделать невозможно, у нас счетчики на улице. И чтобы что-то там сделать, надо залезть на столб, какой он четырехметровый. Я, конечно, этого сделать не могу. Это, конечно, шутки, но я поняла, что люди, которые это пишут, они, вероятно, даже огорода не имеют. И если они имеют огород, может быть, у них и теплицы никогда не было. Но то, что у них нет и ни разу не было обогрева, это ясно. Потому что такие высказывания может делать только человек, который ни разу не пользовался обогревом теплицы. Ну, никаким, наверное. Вот я живу в сибирском регионе, и у нас вот этот обогрев, что вот это вот, что сейчас подогрев грунта, он у нас, можно сказать, вынужденный. И вот сколько лет у меня стоят теплицы, столько лет у меня есть подогрев в теплице. Разный. Я вам расскажу, как я начала. Первый прибор для обогрева теплицы я купила сразу же после покупки в теплице. После покупки теплицы, потому что первый год, высадив томаты в теплицу, 7 июня, когда у нас было минус 7, минус 8, у меня замерзла полностью вся теплица, высаженная в нормальные сроки, в конце мая. Она уже была и цветущая, и с маленькими томатиками в июне. И вот этот горький опыт убедил меня в том, что без подогрева теплицы, ну, очень сложно, не то что вырастить, вырастить-то можно, сохранить вот это вот все поголовье рассады в экстремальных условиях. Поэтому я сразу же, в первый год, после того, как у меня все замерзло, я купила свой первый обогревательный прибор. Это была тепловая пушка Балу, по-моему, фирма. Но она и сейчас у меня работает. Попался такой качественный продукт очень много лет, не знаю, лет 10 назад это было. До сих пор я ее включаю. Потом, конечно, с каждым годом я стала покупать все более и более современные приборы обогрева. Потом появился вот инфракрасные обогреватели, которые греют, если уж точно быть, не воздух, а греют поверхность. То есть они греют землю, они греют растения. И вот эта поверхность земли, нагреваясь, она отдает опять тепло назад, и воздух весь греется. Вот сейчас я пользуюсь ими. Вот эти у меня новые. Теплица новая в том году ставили, взамен улетевшей, унесенную ветром. Вот это новые. А до этого 5 лет я уже пользовалась старой теплицей именно инфракрасными обогревателями. Также у меня есть газовый обогреватель на случай отключения электроэнергии. Если электроэнергия вырубится, то вот эти мне не помогут, тогда включаем газовый обогреватель. Теперь у меня есть подогрев грунта. Короче, у меня есть теперь разные виды. И тепловая пушка, и инфракрасный обогреватель, и газовый обогреватель, и подогрев грунта. Но это не значит, что я их включаю все. И вот мотаю, 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 мотаю электроэнергии. Это же, конечно, ну неразумно. Я не настолько как безалаберный хозяин, что я могу вот наматывать там по 5-10 тысяч в месяц. Нет, конечно. Газовый обогреватель вообще стоит без применения. Применяли, по-моему, 2 или 3 раза. Ну, действительно, в форс-мажорных, вот тогда, когда одну теплицу свечками согревали, другую теплицу газовым обогревателем. Я делала обзор и говорила, что он действительно экономически не очень выгоден, но он нужен в крайних случаях. Когда вот нет электроэнергии, ну чем? Чем греть? Конечно, газовым. Газ, баллон у нас, по-моему, за 2 ночи кончился баллон. Это он у нас стоит 400, около 500 рублей. Это действительно не выгодно, и он стоит у нас на запасе. Те, которые не выгодно, я ими не пользуюсь часто и не пользуюсь много. Если инфракрасные обогреватели, они экономически выгодны, я вот пользуюсь ими. Сейчас хочу рассказать вот именно, развеять миф о золотых томатах. Смотрите, если мы... Сейчас я уберу. Если мы высаживаем рано, и вот сейчас очень часто комментарии пишут, это сколько же за месяц намотает, это подсчитать если... А почему вы считаете за месяц? Ну, это ясно, что человек не пользуется обогревом ни грунта, ни воздуха. Смотрите, я когда в прошлом году высаживала на месяц раньше, в апреле, весь май у меня они были в теплице. Но ведь у нас, да, у нас регионы разные, у нас погода разная, но всегда в течение месяца у нас есть такие периоды, как теплые окна. Вот у нас идет 5 дней холодных, вот как я показывала вам бумажку, у нас было 5 дней теплых, потом 5 дней холодных, сейчас наступили опять теплые. И значит, вот те теплые окна, когда температура плюсовая на улице, мы эти обогреватели вообще не включаем. Выходит, что половина у нас теплые окна, половина похолодания, значит, мы считаем уже, вот дневной обогрев выкидываем вообще 15 дней. Из этих 15 дней, когда температура на улице сильно хорошо плюсовая, и ночью плюс 2, плюс 3, плюс 5, их не включают люди вообще. Когда там плюс 5, в теплице на 5 градусов больше, значит плюс 10. В эти периоды мы тоже не включаем. И если вот так логически, как с применением ума, с применением выстроить логическую цепочку, то, например, в прошлом году за весь май месяц, вот эти обогреватели ночью у меня работали, ну, дней, наверное, 10-15, а днем они не работали почти никогда. Потому что вот сегодня я вам рассказывала, на улице минус 3, но солнце. Тут уже, не помню, сколько я сейчас говорила, 15, что ли, градусов. Все, у меня уже не работают они. Также оказалось и с подогревом грунта. Я, если честно, подогрев грунта, это первый опыт, я тоже думала, что я включу, и он будет у меня месяц тарабанить, тарабанить. У меня, может, так же высказал подозрение, ну, как такое сомнение, скептицизм. Ничего себе, они, наверное, намотают много. Но как оказалось, когда был теплый период, я включила их на 3 дня. Из 3 градусов до 14, как сейчас держится грунт, у меня они за 3-4 дня повысились. Но это, конечно, немного на 10 градусов, но для томатов этого хватило. Потом я их выключила, и когда наступили вот эти, такие горячие денечки, прям яркие, солнечные, когда здесь температура до 40 градусов поднимается, вы все знаете, что при солнце очень быстро здесь все. И он еще больше прогрелся, этот грунт. И я когда выключила подогрев грунта, я сейчас вот проверяю температуру, она не падает, потому что нам помогает природа, нам помогает солнышко. Я уже теперь включила вторую ленту. Она нагрелась значительно быстрее. Опять же, за счет этого солнца, там снизу греют ленты, сверху прогревает солнце, и получилось, что в течение первых суток 10 градусов уже поднялось. Все. Я сегодня проверю температуру и ее выключу. И сейчас у нас наступает теплый период. Вот сегодня плюс 10, завтра плюс 14, с завтрашнего дня плюсовые температуры плюс 7, и уже нет никакой необходимости даже грунт этот подогревать. Представьте, какая здесь будет теплый, если на улице плюс 14, и ночью плюс 7. Если даже за бортом плюс 7, то в теплице явно уж будет больше 10 градусов. И еще хочу сказать. Есть такой, есть у меня понятие такое, счастливый год. Но для огородника счастливый. Есть для огородника такой счастливый год, когда наступает рано тепло, и не возвращаются больше морозы. Вот это действительно поистине это счастье. Мы электроэнергию не затрачиваем. Я вообще вот это не включаю. Достаточно пленку кинуть, дуги поставить. Земля прогревается сама. А, еще забыла сказать, что у меня поднятые вот эти вот подняли мы грядки. И это еще плюс несколько градусов. Потому что даже когда там будет минус, говорят, что не выключайте подогрев грунта, если ночью холодно, там снег, оно остынет. Остынет земля, обычно остывает на уровне, ну того, настоящего грунта. А грядки приподнятые, до них холод не успевает дойти. Потом днем опять раз тепло, он опять накаляется, этот грунт нагревается, все. И вот я про счастливый год. Иногда бывает такой счастливый год, что они висят без применения, все ветродуйки стоят, тепловые пушки стоят, газовые обогреватели в сарае стоят, мы даже не вытаскиваем. Это редко, но бывает. А если вы хотите посчитать, во сколько придется электроэнергия, вот можно посчитать за месяц работы этого прибора, смело половину отбрасывайте. Поможет солнце, поможет погода. Почему я так подробно рассказываю обо всем этом? Золотые томаты. Хочу развенчать миф о золотых томатах. Да просто потому, что обычно люди пишут те, у которых и не было никогда подогрева грунта, возможно и не будет, и возможно у них и огорода не будет, им может быть и хочется, но нет возможности, может не позволяет здоровье. А комментарии-то читают все и начинающие огородники. И прочитав вот этот комментарий о том, что томаты будут золотые, о том, что это дорого, люди-то им верят и как, ну как можно сказать, ведутся на эти комментарии и думают, что действительно пишут люди, у которых все это проверено, опытным путем посчитано. А спросите у нее, сколько за месяц уходит на обогрев грунта, она вам не скажет, потому что у нее его нет. И вот сегодня уже вижу, начали люди откликаться, комментарии, у кого действительно есть обогрев грунта, и они пишут, что никакие они не золотые, мы то включим, то выключим. Если электроэнергию как экономно, разумно, рачительно использовать, томаты будут не золотые, а обыкновенные. И вот для того, чтобы наши начинающие огородники, новенькие, неопытные, не боялись таких комментариев о золотых томатах и поняли, что подогрев грунта это наша страховка, вырастить-то мы вырастили рассаду, но самое главное сейчас сохранить ее, довести до теплого периода. Я хочу, чтобы опытные огородники, у кого, например, есть вот греющие ленты, для меня это новинка, сейчас покажу, ой, если откопаю, для меня это нынче новинка, но кто-то уже несколько лет такими вот пользуется, вот простыми греющими лентами, которые закапываешь и все. У кого есть греющие ленты, кто пользуется инфракрасными обогревателями, напишите комментарии, успокойте наших новичков и как бы нужно подтвердить им, что это не таку... Не миллионеры пользуются инфракрасными обогревателями, а вот такими и вот такими, не миллионеры, а практически пенсионеры все, кто вот вышел на пенсию, кто хочет посвятить себе огородному делу, они обязательно все почти имеют какую-то систему подогрева, или ту, или иную, или воздух, или земля, или все вместе. Или, например, вот мне женщина написала, ставит дуги, пленки, туда ставит ветроду, и туда он задувает теплый воздух. Это тоже подогрев грунта. Это в крайних ситуациях. Но подогрев грунта нужен, это мое личное мнение. Я один раз обожглась, когда потеряла всю рассаду, тот год осталась вообще без томатов, и теперь у меня всегда, на все случаи жизни, есть подогрев грунта. Пишите комментарии. Все, спасибо. Золотые томаты, это миф, они не золотые. Не верьте тому, кто пишет, особенно... Я понимаю, женщина написала бы, а скажите, пожалуйста, они не будут золотыми, не очень ли это дорого? А когда человек пишет, что это может вырастить только тот, кто ворует электроэнергию, или кому деньги даром, не обращайте внимания на такие комментарии, это видно, просто она заходит на канал и сбрасывает нам свою желчь. А нам не надо. Все, до свидания.